Здравствуйте, меня зовут Наталья Самойлова, и сегодня мы продолжаем цикл интервью врачей от телемедицины, и у нас в гостях Вячеслав Вячеславович Бабин, практикующий врач-терапевт, медицинский директор клиники Рассвет. И первый вопрос, Вячеслав Вячеславович, я задам вам, конечно, о должности. Она очень необычно звучит, и для обывателя словосочетание медицинский директор, ну, скорее всего, ни о чем не говорит. Что это все-таки значит? Медицинский директор – это один из руководителей клиники, который занимается непосредственно медицинским направлением, развитием медицинских услуг, руководством оказания медицинской помощи в конкретной клинике. Должность в государственной клинике, похожей должности, это начмед. Ну, с той лишь разницей, что в коммерческой клинике медицинский директор еще и определяет и коммерческую составляющую медицинских услуг. Но в целом, то есть медицинский директор определяет, руководит, управляет именно медицинским направлением клиники и отвечает за медицинскую деятельность клиники. Ну, то есть это тот человек, который ставит КПА медицинским работникам? Ну, в других клиниках, к сожалению, медицинский директор ставит КПА перед врачами. В нашей клинике никакого КПА перед врачами нет, но это нонсенс. То есть с точки зрения современного подхода медицины ставить какие-то показатели перед врачами успешности с точки зрения коммерческой деятельности – это, конечно, уже, ну, в мавитон, по большому счету. И ни одна современная западная клиника подобным образом не управляется. Вместе с тем, во многих клиниках России, коммерческих и даже бюджетах, будем говорить уж, что греха таить, в лечебных учреждениях есть понятие КПА. Его активно сейчас насаждают в том числе и в государственных учреждениях при оказании медицинской помощи по ОМС. Как можно посчитать правильно оказание медицинской помощи и спланировать? Это, в общем, точнее сказать, навязать планирование и оказание медицинской помощи врачам – это, в общем, из области большой фантазии. Это всегда будет стимулировать либо к экономии на медицинских услугах и ущербу в оказании медицинской помощи по отношению к конкретному врачу, либо избыточному назначению каких-либо исследований. И практика, когда делается исследование только для того, чтобы заработать, даже для государственных учреждений это норма. То есть есть МЭСы, которые хорошо оплачиваются, есть МЭСы, которые плохо оплачиваются. Естественно, что все это просчитывается, ставится дополнительный план. Вы мало назначаете физиотерапию, вы мало назначаете массажа. Вы вот это зря назначили КТ – это дорогой метод исследования и так далее. То есть вот этот КПА и для врачей – это, конечно, сильно искаженный и уже, так скажем, скопированный, устаревший образец управления. А как вы планируете свою коммерческую деятельность? Ну, мы максимально пытаемся взять лучшие методы управления, которые используются на Западе. Мы максимально пытаемся приблизиться к горизонтальному управлению и к бирюзовым организациям. То есть у нас наиболее, ну так будем говорить, сейчас этот стиль управления, он называется информационный. То есть когда главная цель в управлении отводится, во-первых, к коллективному мышлению, определению направления и развития и потребности рынка. Такая модель управления подразумевает очень быстрое развитие и изменение внутренних процессов клиники в зависимости от того, что требует рынок. И от того, что требуют пациенты, услуги, то есть рынок и конкретные пациенты. Поэтому подобные, вот при подобном стиле управления информационном, внутренние центры, внутренние процессы, они подвержены очень быстрым изменениям. То, что вы говорите, плохо вписывается в мое понимание той политики Минздрава, которая сейчас проецируется на всю территорию Российской Федерации. Ну там совершенно другая модель, то есть ее назвать даже, ее даже демократичной нельзя назвать, да. То есть она не укладывается ни в немецкую, ни в шведскую модель, ни в японскую, естественно, модель управления. Это такая модель близкая к авторитарной, да. Строго регламентированные приказы, которые спускаются сверху, и они обязательны для выполнения. А свободы там нет в этой системе, и, соответственно, возможности развития, по большому счету, они сильно ограничены за счет большого количества регламентирующих документов. На Западе тоже все регламентируется, но у них регламент составляют профессиональные сообщества. У нас составляет Минздрав. То есть за границей профессиональное сообщество решает, в каком направлении развиваться клиники. Вообще, в принципе, данному направлению, в каком направлении идти, какие методы должны применяться на каждом этапе оказания медицинской помощи. А не так, что, допустим, недавно прошел конгресс, да, допустим, кардиологов, наше профессиональное сообщество могло решить, что мы оказываем помощь так. Нет, у нас есть порядок оказания медицинской помощи, стандарты, МЭСа и так далее. И в соответствии с ними оказывается медицинская помощь. Мы будем очень медленно, то есть государственная система будет меняться очень медленно в связи с этим. То есть телемедицина, отрасль, которая должна быстро развиваться и быть драйвером для всей остальной медицины, она тоже попала в жена вас за регулированность бюрократической? Телемедицина могла стать таким серьезным импульсом для развития всех технологий и вообще порядков оказания медицинской помощи в России, как это идет во всем мире. У нас же телемедицину воткнули в существующий порядок. Причем настолько жестко, что получается мы сами себе за счет этого закона обрезали будущее. То есть у нас настолько сильная зарегулированность, медицинская помощь в режиме телемедицины, пусть неофициально, пусть бесплатно, оказывается в форме советов и так далее. Инструменты для этого были не нужны. И вместо либерализации и возможного очень лояльного отношения при оказании этой медицинской помощи, даже результатов никто не пытался увидеть. А результаты уже есть, результаты прекрасные, результаты по дистанционному консультированию, их никто не пытался посмотреть. То есть взяли некую модель, достаточно жесткую и жестко контролируемую, и встроили в существующий порядок. И в подобных условиях, будем говорить так, коммерческой медицины работать практически не будет, она не может работать просто в подобных условиях, или будет работать очень однобоко. А экспорт медицинских услуг, о котором очень много говорится, он вообще обрезан. То есть никакого экспорта медицинских услуг в режиме телемедицины невозможно в принципе, в соответствии. Но потому что согласно действующему законодательству, все пациенты должны быть, то есть при оказании медицинской помощи в подобном порядке, порядок один, а телемедицина является частью. Да, в существующий порядок, пациент должен быть зарегистрирован в госуслугах. И по сути дела, при получении данной услуги, пациент должен нырять в портал госуслуг, и затем переходить на поставщика информационных услуг уже для клиники. Других информационных услуг, агрегаторы его можно назвать, как угодно. Для иностранцев этот путь заказан. То есть они не смогут получать медицинскую помощь так. И когда мы говорим, что мы можем предоставлять медицинские услуги на экспорт, вот яркий показатель того, как мы обрезали это. И более того, мы говорим, что в отдельных случаях нужна конфиденциальная медицинская помощь. Да, регистрация будет, регистрация в клинике будет, но пациенты не хотят огласки при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированные, больные вирусными гепатитами, с психиатрическими заболеваниями. Сейчас же получается так, что благодаря этой создаваемой системе уже созданы, по сути дела. Все услуги, которые будут проходить, будут видны. Даже не услуги, а в самый момент обращения пациента очень легко отследить. И это тоже отсечет большое количество пациентов. Вообще, изначально ошибочно считать, что телемедицина – это направление, которое направлено на оказание медицинской помощи легким пациентам. Самая большая потребность – это у пациентов со сложным диагнозом, которые уже находились, намучились и которые прошли большой объем обследования. Именно им нужна телемедицина для того, чтобы обратиться в федеральные центры, дистанционно, для того, чтобы получить альтернативное мнение, консилиум дистанционное получить. Пациент может находиться, жить глубоко в регионе, он в Сибири может жить, где-то в отдаленных уголках. Современные средства связи позволяют связаться и передать информацию. И именно этим пациентам можно было помочь. Для маршрутизации, для постановки направления обследования дальнейшего. Все упирают, вы не можете ставить диагноз. Да никто и не… В этом и нет потребности прям срочно поставить диагноз, но выдать направление движения и обследования пациента, проанализировать накопленные анализы и своевременно направить пациента в нужное лечебное учреждение. Вот задача для таких пациентов. Поменяется. Потому что там те же самые врачи, которые также оказывали медицинскую помощь. Возможно, за счет этого порядка, я предполагаю, что удастся ускорить оказание хирургической медицинской помощи. То есть при постановке диагноза у нас внедряется активное в оказание медицинской помощи врачами общей практики. И, допустим, врач, делающий УЗИ, находит там холецистит, и он может в рамках телемедицины быстро проконсультироваться и отправить пациента на госпитуляцию. Но это система, где врач консультирует врача, а не пациент обращается к врачу. Это другая система. И в рамках государственной системы, существующей системы оказания помощи врача врачу, врачам врачу, будет работать. Она будет работать, но со сложным пациентом, как была проблема, так и останется. Потому что врач по ту сторону не знает, к кому обратиться, он не знает, что делать. Отсутствует свободный рынок, отсутствует свободное обращение. У пациента, по сути, своего выбора нет. Нет, у него не будет. Многие игроки просто не будут работать по этим условиям. Они чудовищные. И как бы государственные механизмы регулированы не хотели, сейчас уже существует огромный рынок телемедицинских услуг. Он неофициальный, он бесплатный зачастую, когда врачи дают советы пациентам по незащищенным каналам связи. Но незащищенный канал связи – это выбор пациента. Он имеет на это право. Так же, как он имеет право выбрать лечебное учреждение, врача и так далее. Он может сам выбрать этот канал. Он хочет защищенный канал. Он идет на госуслуги. Не хочет он защищенный канал. Ему нужна скорость и свобода выбора. Он обращается так, как ему удобно. Правильно ли я понимаю, что в этой ситуации многие врачи фактически вынуждены будут нарушать закон? Ну, мы будем надеяться, что врачи не будут нарушать закон в глобальном масштабе. Но пациенты на самом деле не спрашивают мнение врача. Они будут отправлять так, как им удобно. То есть это очень умозрительное заключение, что пациенты пойдут на квартал госуслуг, чтобы получить. Они как слали анализы свои, так и будут слать. Им вот удобно так, они будут так делать. И никто им руки за это не отрубит. То есть пациент все равно будет действовать в том направлении, которое ему комфортнее. Там, где юзабилити удобно, там, где быстрее. Там, где даже конфиденциальность больше, по большому счету. Вот, пациент может затереть свои анализы и перенаправить. Либо может дать код входа для того, чтобы посмотрели его анализы в личном кабинете и так далее. Пациенту должно быть удобно. Врачу должно быть удобно. В этой ситуации будет фактически существовать два параллельных мира. Государственные слуги и коммерческие услуги. И немало пересекаются между собой. Ну, абсолютно. Пациенту уже попробовали, как это, отправить свой анализ через почту, через WhatsApp, Viber и так далее. Отучить от этого будет достаточно сложно. Ну, кто, врачи будут по рукам давать пациентам? Когда каждый смартфон обладает возможностью передачи информации на расстоянии, и это неимоверно удобно пациенту, никто не пойдет через сайт госуслуг проходить многочисленные пути контроля для того, чтобы отправить те же самые данные. Другое дело, что клиники ставятся, коммерческие клиники, некоторые государственные клиники ставятся в очень неудобный формат. Да, что вы не можете оказывать медицинскую помощь, это будет не медицинскую... Вы оказываете не медицинскую услугу, а если вы оказываете медицинскую услугу, то вы должны оказывать ее в соответствии с действующим порядком. Пациенты сами будут находить обходные пути, потому что им это нужно. И они к этому уже привыкли. Причем растет новое поколение, которое вообще не понимает, как это можно ограничить свободу, или ее сильно законтролировать. Поэтому вариант какой? Либо система будет функционировать сама по себе для существования самой себя, а параллельно будет какой-то рынок услуг, пусть он может быть бесплатный, с последующей возможной оплатой в лечебном учреждении. На такой способе. Да, то есть такой вариант. Либо система просто на каком-то этапе перевернется, потому что рынок в рамках существующего порядка оказания медицинской помощи с помощью телемедицины удобно только для государственных учреждений в системе врач-врачу. При этом контроль за тяжелыми пациентами мы еще и должны тяжелого пациента поставить в условия, чтобы он постоянно регистрировался через госуслуги, для того, чтобы мы показатели давления у него проверили. Там куча портативных устройств созданы для мониторинга, а он каждый раз должен будет заходить через портал госуслуг, чтобы зайти в личный кабинет и туда добавить. То есть это нонсенс. Но нонсенс, нонсенс на самом деле. Важнее всего государству получается статистика, и вся вот эта единая система контроля, она направлена в основном на получение ее. У нас, будем говорить уже откровенно, у нас до этого проблемы со статистикой были. То есть статистика все равно так или иначе привязана к имеющимся диагнозам МКБ-10, существующим МЭСам, и статистика всегда подтягивается к ним. Поэтому у нас до сих пор статистика необъективна. И попытка с помощью телемедицины стандартизировать, упаковать ее в какие-то стандартные формы, абсолютно стандартные формы, чтобы анализировать эти данные, она провалится. До этого не удалось. В условиях такого развития информационных технологий и свободы, будем говорить, свободы мышления, которое было, и телемедицина позволяла оказывать медицинскую помощь на совершенно другом уровне, принципиальном уровне, статистика будет высосана из пальца. То есть введут еще какой-нибудь план, введут какой-нибудь стандарт оказания медицинской помощи под конкретные диагнозы, еще рамки напишут со стандартами, и в результате получится совершенно искаженная картина, которую кто-то себе там намыслил. Она не будет отражать реальную ситуацию. С диагнозами, со статистикой сейчас очень плохо, в принципе, по России, а будет еще хуже. — Скажите, Вячеслав Вячеславович, вот я вижу, что конфликт между интересами клиники врача, ну, фактически клиники врача, пациента и государства, он неизбежен. Как вы считаете, где он будет пролегать? — Ну, конфликт подобной ситуации всегда происходит на уровне взаимодействия врача и пациента. То есть на врача будет, естественно, сверху действовать один план, да, он будет ограничен жестко стандартами, он будет ограничен порядком, он будет находиться в очень узком тоннеле, в ходе которого он должен двигаться, у него отсутствует свобода вообще, в данном будет отсутствовать свобода, и в этих условиях будет обращаться пациент, который будет пытаться решить свои проблемы. По большому счету телемедицина станет еще одним тупиком вот в этой ситуации, которая уже сейчас существует. Когда очень жестко прописанный регламент оказания медицинской помощи приводит к тому, что пациенты попадают несвоевременно, особенно из регионов, да. У нас единственный канал, который, то есть серьезный канал, который показывал результаты, это канал ВМП был, да, во многом потому, что он не был так жестко стандартизирован с точки зрения внутреннего порядка оказания медицинской помощи. Насыщение помощи было свободным, ну, относительно свободным. Главное было оказать определенный объем. Сейчас же, получается, мы телемедицину поставим в очень жесткие рамки. Она будет неудобна для врача, неудобна для пациента. Будет спущен, естественно, будет спущен план и жестко регламентированные порядки, которые неудобны абсолютно никому. Зато он хорошо собирает нужную кому-то статистику. В этих условиях ни результата, ни качества не будет. Это абсолютно тупиковое... Все проиграют. И государство проиграет. Государство проиграет, потому что оно не способно сэкономить средства. Статистика и результаты будут надуты, как всегда, в подобной ситуации. Истинная статистика, результаты собирается в условиях относительной свободы, либо свободы, контролируемой профессиональным сообществом, а не порядками, прописанными сверху. Когда жестко прописывается порядок, и профессиональное сообщество не принимает в этом участие, все, это абсолютно тупик с точки зрения результата. Мы его получим через год-два после запуска. Естественно, введут некий план по внедрению, это все будет запущено. Но работать это будет только в системе оказания консультативной помощи одного лечебного учреждения, другому лечебному учреждению. Сейчас в той ситуации, в которой есть, порядок же он один, и приказ требует оказания, то есть закон по телемедицине, и все действующие, да, он требует оказания медицинской помощи с вполне конкретным, так скажем, регламентом. И абсолютно так же с 2019 года руки будут выключены и коммерческим клиникам, и оказание медицинской помощи по телемедицине в рамках возможного объема будет нереально абсолютно. А как вы думаете, проиграет пациент? Кто-то уже попробовал в рамках информационной услуги, кто-то пробовал в режиме телемедицины, но дальнейшее прикручивание и жесткое регламентирование приведет к тому, что все это сойдет на нет. Будет неудобно никому. Поэтому это тупик. Спасибо, Вячеслав Вячеславович, огромное вам за уделенное время, и это было очень интересное интервью и очень познавательно. Спасибо. До свидания. Вам спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»